Александр, приветствую тебя! Доброе утро, Артем! Здравствуйте, дорогие друзья! Наша долгожданная встреча на вторник, когда мы вместе разбираем рыночную ситуацию. Собственно, по уже устоявшейся традиции, два взгляда на рыночные возможности – техника и фундамент. Друзья, стараемся для вас, прежде всего, найти убедительные доводы в принятии вами торговых решений, подсказать вам, подсветить что-то самое интересное, что нам кажется скрывающий вот этот потенциал, хороший по извлечению профита, но фактическое решение – оно всегда за вами, друзья. Мы ни в коем случае никого не призываем действовать, мы лишь даем наводку, как я уже правильно выразился, фактически там, где сейчас, в наш взгляд, скрывается профит. Ну что, эта неделя резонанс, опять же, данных по инфляции с прошлой недели, которые оказались шокирующими. Когда у нас был с тобой прошлый эфир, это была торговая сессия прошлого вторника, и данные по инфляции были только на повестке экономического календаря. Сейчас они уже в прошлом. Пару слов скажу, что инфляция в Штатах шокировала, она, в принципе, превзошла все прогнозы, все ожидания. Индекс потребительских цен рванул до максимума за последние 30 лет, и, конечно же, это снова вернуло на рынок разговор о том, что ФРС не должен при таком росте инфляции оставаться в стороне. ФРС должен вмешаться, потому что в противном случае, если регулятор США этого не сделает, инфляция будет бесконтрольно расти дальше, и это приведет к каким-то пагубным вообще последствиям для экономического восстановления. Что значит вмешаться? Конечно же, повысить процентную ставку. Причем, если отмотать на две недели назад, когда было заседание ФРС, тогда нас регулятор не то чтобы готовил к тому, что рост инфляции неизбежен, но мы помним в формулировке, что этот рост вызван временными факторами, и на текущем этапе регулятор пока ничего предпринимать не будет по процентным ставкам. Но все могло измениться после последнего отчета по инфляции, мы об этом узнаем через неделю, когда будет состоится выступление Джерома Паула именно в контексте последних данных по инфляции. Если, конечно же, он сообщит о том, что регулятор все-таки принял решение начать менять процентную ставку, не сейчас, конечно же, но просто это анонсирует, например, после сокращения программы количественного смягчения в середине следующего года, то тогда то ралли, который мы сейчас видим по индексу доллара, оно вполне может продолжиться. Но это, опять же, друзья, только лишь после того, как ФРС подтвердит, что он готов повысить процентную ставку. До этих пор ни в коем случае я прям призываю, ну или как минимум рекомендую, не лезть сейчас в индекс доллара и не открывать позиции. Неважно, как бы вы ни смотрели на доллар, хочется ли вам купить его или продать, индекс доллара сейчас не лучший актив для торговой деятельности. Но есть другие инструменты, я предлагаю на них сегодня сфокусироваться, давайте демонстрация экрана. В пятности, хотелось бы отметить очень хороший потенциал, который, как мне кажется, сейчас есть в паре евро-доллара, этот потенциал развития медвежьей динамики. Котировки сейчас 1.1377. Буквально несколько дней назад я анонсировал сделку по продаже, отмечал цели в районе уровня 1.1380. Эти цели мы благополучно сделали, но на этом еще не конец, потому что сейчас тот фон, который раскладывается, это рост количества заболевших во многих регионах Европейского Союза, ухудшение ситуации эпидемиологической. Плохая статистика и бездействие Европейского Центрального Банка, который также пока не видит причин, чтобы прям нужно было бы сейчас ужесточать политику, повышать процентные ставки. Кстати, вот обвал, который сейчас, это часовой таймфрейм у меня, если немного отмотать назад, вот это снижение с отметки 1.1450 до тех уровней, которые мы видели ранее, это минимум, там был даже 1.1350 практически фигура. Это реакция евро на вчерашнюю пресс-конференцию Кристин Лагард, которую возглавляет Европейский Центральный Банк. И Кристин Лагард отметила, что если кто-то из вас, инвесторов, трейдеров, считает, что мы сейчас начнем тоже резко сокращать по второму количеству смягчений и потом поднимем вопрос о повышении процентной ставки, этому не бывать. И вот это подтверждение того, что политика не изменится, стало доказательством того, что сам Европейский Центральный Банк признал, что в экономике по-прежнему очень серьезные проблемы с экономическим ростом, с промышленным сектором. И ужесточать политику в текущих условиях, это было бы, ну, равносильно и смерть и подобное. Ужесточение политики при спаде промышленного сектора, основного драйвера экономики валютного блока, это то, чтобы окончательно похоронило весь валютный блок. И Европейский Центральный Банк вынужден был пойти на такого рода заявления, которые напугали участников рынка, в частности, и привели к тому, что евро оказался на тех уровнях, на которых он есть в моменте. Я также обращаю внимание, что есть другой способ анализа поведения финансовых активов, это психология через большинство и меньшинство. Сейчас большинство трейдеров полагают, что европейская валюта уже на дне, и поэтому активно ее покупают. Это ошибка. Это действие толпы, друзья. Если вы сейчас смотрите этот ролик, если вам нужен еще один аргумент, почему евро стоит продать, это потому, что нужно всегда торговать против толпы. В данном случае идти по пути наименьшего сопротивления, а наименьшее сопротивление сейчас находится на пути нисходящего движения пары евро-доллар. Цели на следующей неделе, я думаю, что во вторник можно будет вернуться к паре евро-доллар, это снижение на 70 пунктов в поддержке 1,13. И на фоне того, что я сказал про инфляцию, золото, которое сейчас 1864 доллара за тройском, то это максимум за последние 5 месяцев. Покупать золото нужно было еще раньше, надеюсь, вы это сделали. Но те, кто упустил возможность, сильно не расстраивайтесь, друзья. После такого роста должна быть коррекция, которая позволит вам снова рассмотреть потенциал роста этого актива, и я надеюсь, в этом случае в этот раз вы не упустите возможность открыть перспективную длинную позицию. По золоту я рекомендую только лишь лонги, но в данном случае можно дождаться снижения вот в район границы, пробежа 1845, оттуда уже открываются лонги с целями 1900 или даже выше. Инфляция, которая сейчас на максимум с 1980 года, это не предел инфляции, дальше будет расти 100%, будет поддерживать интерес к рынку драгоценных металлов как к сектору, к хеджевому сектору, от всех рисков, связанных с обесцениванием национальных валют. Также, если в ближайшее время мы увидим и услышим о плохих новостях, связанных с китайским застройщиком Эвергранда, это потенциальный дефолт. Я, кстати, на своем брифинге рассказывал в вебинаре, точнее, об этом в понедельник. Это будет еще одним фактором спроса для золота, потому что очень сильно укушится новостной фон, и золото выиграет как, опять же, защитный актив, помогающий заработать в условиях каких-то форс-мажорных явлений на рынке. Поэтому золото лонг, европейская валюта шорт, соответственно, и, пожалуй, наверное, больше на другие активы распыляться я бы сейчас не рекомендовал. Так, Александр, слово тебе. Благодарю, Артем. Действительно, золото выглядит достаточно привлекательно, не только с точки зрения технического анализа, но и с точки зрения того, что в мире может наступить коррекция на финансовых площадках, и многие классические участники фондового рынка побегут перекладываться в золото, что спровоцирует, возможно, технический рост по данному инструменту, и даже вплоть не только 1900, а, возможно, даже и выше. Сейчас я попробую это все вам показать. Итак, мы с вами наблюдаем картинку по золоту. В данном случае мы смотрим с вами дневной график, который я сейчас увеличу. И, как вы видите, Артем об этом сказал, да, рассматривается лонги, может быть непродолжительная коррекция. Эта коррекция может совпасть с уровнем верхней границы канала, которая выступала у нас в прошлом, и, соответственно, она может выступить главной поддержкой и не дать инструменту опуститься ниже. Если же все-таки в мире мы увидим с вами какие-то коррекционные движения на американских площадках, на криптовалютных площадках, все это вместе взято, приведет к тому, как я уже сказал, что мы увидим с вами рост и не только 1900, а, возможно, даже вот в зону где-то 1930. Для того, чтобы это более детально проанализировать, я воспользуюсь графиком с клеенным фьючерсом на TradingView и посмотрим, как будет выглядеть картинка более глобальной. И так, как мы видим, сейчас мы находимся в середине следующего диапазона, в который сместилась цена по золоту. Есть ближайшие цели, которые отмечал Артем, там, в районе 1900, и, возможно, мы пойдем вот даже 1950-1940. Это будут следующие цели продолжения роста по золоту. То есть как торговая идея я ее поддержу и с Артемом разделю его мнение. Действительно, я также смотрел на золото как торговый инструмент и основную рекомендацию на текущей неделе, потому что рынки стали достаточно неоднозначные. Это касается всех и российского рынка, и американского рынка, и криптовалютного рынка в данном случае. Артем также очень много говорит про рынок Форекс, потому что там тоже не совсем понятно, как будут вести себя инструменты, но, тем не менее, благодаря фундаментальным каким-то показателям мы можем с вами определить будущее направление движения. Опять же, это все всего лишь рекомендации. Это не означает, что вы должны с вами голову идти и открывать позиции, вы должны самостоятельно анализировать и принимать свои собственные решения. Поэтому, что мне нравится еще? Я присматривался к инструменту нефть марки Brent на российском рынке, почему достаточно хороший восходящий тренд сохраняется, даже с учетом того, что мы видим с вами, произошла непродолжительная коррекция, которая не позволила сделать перехай предыдущего максимума в районе 86-72, как вы видите, на склеенном фьючерсе. Но, тем не менее, скользящая средняя выступила как основная поддержка и не дала инструменту опуститься ниже. Плюс у нас есть классический подход игроков рынка. Это круглые цифры 80 долларов, которые мы не смогли пробить, и вот от этих точек, как вы видите, мы снова оттолкнулись уже во второй раз. Поэтому в краткосрочной перспективе, возможно, инструмент либо заляжет в какой-то непродолжительный короткий боковик, то есть я не могу сказать, что волатильность будет достаточно высокая, потому что нефть и так ходит достаточно вяло, на полтора-два доллара за торговую сессию, поэтому этот боковик может быть аж вплоть до 85 долларов, не более того. Если мы увидим выход выше, то, конечно же, напрашивается продолжение сценария и обновление максимума, и, конечно же, новые цены, которые мы увидим по нефти еще до конца текущего года. И что касается еще российского рынка, очень печально выглядел Сбербанк на самом-то деле. Я его смотрел, и он мне, давайте, наверное, возьмем даже фьючерс на Сбербанк, посмотрелся достаточно плохо. Мы видим постоянное обновление минимума, и поэтому рекомендация Short. По данному инструменту цель движения где-то в районе 33 тысяч по фьючерсу, плюс-минус, возможно, даже уйдем ниже. То есть Сбербанк выглядит именно слабо, и на это стоит обратить внимание. Что касается криптовалютного рынка, на данный момент здесь нечего выделить, по той причине, что как только главный инструмент биткоина после обновления максимума сделал импульс, мы увидели с вами какую-то болтанку, опять неопределенность, и она привела к тому, что мы ушли обратно ниже предыдущего хая, который был сформирован у нас еще в апреле. Это не очень положительный сигнал для криптовалютного рынка, потому что это может спровоцировать панику и какие-то массовые продажи, потому что люди будут опасаться более глубокой коррекции, начинать выходить в деньги с целью закопиться ниже. Это может привести к двум сценариям. Первый – резкое снижение криптовалютного рынка, капитуляция большинства трейдеров и закрытие позиций по маржин-коллам, что приведет к глубокому снижению. И второе – быстрое всаживание слабых рук, вынос на хай и поход дальше, как уже прогнозируют на ябре месяца, на 98 тысяч. Это два сценария, которые могут сработать. Скорее всего, больше склоняюсь к первому, чем к второму, но опять же все имеет место быть, поэтому на текущий момент по криптовалютному рынку я предлагаю остаться в стороне и больше присмотреться к традиционным активам, которые мы с вами рассмотрели сегодня. Артем? Спасибо, Александр. Присоединяюсь к твоей рекомендации. Действительно думаю, что сейчас та коррекция, которая была зафиксирована в ходе последних часов по биткоину – это то, что может подстегнуть панический сброс, потому что очень многие сейчас залазят в крипту именно с плечами, и, соответственно, такая волатильность просто разносит в чепки все депозиты именно на маржинальную торговлю. Это еще одна причина, друзья, для вас. Если вы все-таки интересуетесь криптой, если вы все-таки интересуетесь маржинальным трейдингом на рынке криптовалюты, имейте в виду, что волатильность, она, с одной стороны, может сыграть вам на руку, если вы не находитесь в верном направлении рынка, например, покупаете, рынок растет, и, соответственно, может быть очень негативным фактором, если вы, собственно, не в том направлении рынка. Я думаю, что ближайшая, как кассочная тенденция будет действительно нисходящей. Вот даже по твоему графику, который остался в экране, по трейдинг-вью, по биткоину, может быть совсем мрачный сценарий, но вот мне импонирует вот линия, если восходящий тренд, вот самая нижняя линия в районе 50 тысяч. Я думаю, что биткоин реально может туда прийти. Да, да, потому что она как бы формирует, наверное, верхнюю и нижнюю границу канала, но, опять же, есть еще такой вариант, что мы сейчас идем ниже и резко выкупят. Вот это очень еще важно. Если это произойдет, значит, рынок действительно проявляет силу. Если нет, то тогда могут наступить, как я сказал, эти панические продажи, и это будет очень плохо. Людей начнут выносить по стопам, люди опять начнут разочаровываться, будут говорить, что их всаживают, их только разводят. Ну, это так и есть, ребят. Ну, рынок создан с целью того, чтобы всех засадить. Ну, конечно, конечно. Ну, и также хочется еще все-таки напомнить, что как глубоко бы не уходил биткоин, рано или поздно он все равно оказывается на новых максимум. Поэтому, друзья, контролируя риски, можно зарабатывать и на рынке криптовалют, если адекватно видеть уровни, оценивать волатильность и понимать, что прежде чем вы заработаете, может быть, придется посидеть в просадках. Ну, в общем, в любом случае, решение за вами. Мы продолжим освещать, в том числе, и рынок криптовалют, подсказывать вам, как действовать. Главное, подписывайтесь, ставить лайки и оставляйте комментарии, если есть в этом необходимо. Александр, большое тебе спасибо. Тоже хорошего закрытия недели. Думаю, что рынок криптовалют все-таки еще покажет себя в лучшем свете и, наверное, произойдет это совсем скоро. Спасибо большое, Артем, спасибо, друзья. Хорошей вам недели, удачи и увидимся с вами в следующий вторник. Так точно. Пока. Счастливо. Спасибо. Спасибо.